Война и мир в двух томах. Не в четырех, а положено в двух. Ну, в общем, да. Это один из первых комиксов. Просто комикс между речью. А, да-да-да. Пузатенький такой. Чику? Да. Весопотамия двуречья или междуречья. То есть, как бы, страна между двумя протоками. Между цигром и эфратом. Вообще, удивительно, кстати, все древние цивилизации, а это именно древняя цивилизация, ведь они складывались вдоль больших рек. Египет. Ну, вода. Да, это Нил, конечно, да. Вот междуречья – это тигры и эфрат, да. Это можно вспомнить и Китай, и тут, и Индию. В общем-то, действительно, это то, что дает жизнь. Другое дело, что как по-разному складывается эта жизнь. Там, скажем, вот на берегах Нила и тигры и эфрат. И это вообще такое интересное. Это одна из древнейших, одна из первых цивилизаций в истории, где возникли города, где возникла письменность, где возникло колесо, где появились первые арки. Ну, это вообще такая очень-очень развитая цивилизация. И, да, кстати, период, когда она существовала, это середина четвертого тысячелетия до нашей эры, шестой век до нашей эры. То есть это такой, конечно, очень древний период. Но интересно, что это время расцвета вот этой цивилизации, она совпала, в общем-то, со временем расцвета египетской культуры и египетской цивилизации. Но насколько памятников Египта сохранилось много, мы можем говорить про их архитектуру, про скульптуру, про прикладное искусство бесконечно долго и вообще, то насколько мало сохранилось от вот этой замечательной цивилизации. Почему так? Потому что, на самом деле, эту местность, да, отличает отсутствие там леса, камня, строительного материала нет. Поэтому ведь что до нас доходит в первую очередь, да, таких архитектурные памятники, да. А если в Египте это камень, и это огромные глыбы, это пирамиды, это огромные эти вот комплексы храмовые, то здесь это много сверцового кирпича. А что такое сверцовый кирпич? Высушенный, глина на солнце. Ну, а это же понятно, что... А потом, конечно, когда их храм устроили... Это просто рассыпается. Конечно, а со временем просто сохнется. Сохнет, даже если потом облицовывают обожженным кирпичом. Но в любом случае, во время раскопок, это просто были такие горы, как вот такие холмы, какие-то рукотворные холмы, напоминающие в чем-то пирамиды. И вот такой вот, в общем-то, останки только вот этой вот былой цивилизации. Второе, одна из причин тоже, почему еще так, потому что если Египет – это один народ, одна цивилизация, то здесь это бесконечная история войн. Один народ сменял другой, один взаимствовал культуру других. Языки менялись, народности менялись. И поэтому это несколько таких вот принципиальных стран. Это Шумеракадское царство, это Ассирийское царство, и это Вавилон. Поэтому здесь вот такие вот глобальные точки, вехи в истории искусства. Это вы сказали их сейчас правильно, вот как они были по своему периоду. То есть сначала это были Шумеры. Шумеракадцы, а Ассирия потом… Ассирия, не Ассирия. Ассирия. Да, Ассирия. Да, Шумеракадское царство. Потом, правда, Вавилон, он как бы у него был такой период старого Вавилонского царства и нового Вавилонского царства. Насколько там Вавилон тогда был таким, что даже часто вот всю эту культуру и вообще эту цивилизацию даже такой Вавилонией называли. То есть вот, да, интересно даже, что как бы с древними цивилизациями тоже много мифов, много легенд связано, да, и в том числе вот это тоже долгое время история Вавилонской башни, да, что такое Вавилонская башня. Мы знаем там массу картин, в частности, там Брейгельская, да, Вавилонская. Да, Брейгельская история. Но на самом деле, когда раскопки этого города проходили, да, в том числе и вот такие острова, там, где вполне возможно, это был такой просто семиступенчатый зекурат 90-метровый, вполне возможно, это был прообраз той самой Вавилонской башни. Но здесь, если мы говорим уже, да, вот начнем, наверное, тоже так же хронологически, именно потому, что Шумеракадское царство дает нам первые образцы и архитектуры, и скульптуры, которые потом в том числе были как-то заимствованы. Мы эти формы, так или иначе, увидим там у ассирийцев. Ну, то есть понятно, что каждый новый народ, который завоевывал эту территорию, что-то брал и что-то привносил свое. Но, в частности, вот такая форма архитектуры, как зекурат, она сохранилась на протяжении вот всего этого времени, и первые эти зекураты появляются как раз у шумерийцев. Что такое зекурат? Интересно, что на самом деле это такая, как бы, внешне напоминает ступенчатую пирамиду. Здесь, как правило, зекурат – это платформа, на которой стоит храм. То есть, как интересно, внешне кажется, что это такая огромная постройка, на самом деле это вот такие вот платформы для храма. И у них вообще все в основном в Месопотамиче, многие постройки строились на таких платформах. И храмы, и дворцы. То есть, в общем, так это было. Именно потому, что реки разливалось, и, естественно, никакая постройка низкая, она просто не могла бы, наверное, этот натиск выдержать. И вот интересно, что эти зекураты, вот, как я уже сказала, до нашего времени – это просто-таки горы. Но, тем не менее, вот эти вот реконструкции, да, все в основном в Месопотамии, вот многое, особенно такой монументальной архитектуры, такие реконструкции. Но даже они производят впечатляющий такой вот эффект, потому что это такие рукотворные горы. Действительно, вот в основном это было три ступени. Ну, видимо, тоже как бы три постаси разного мира, три аналогии, да, божеств. И интересно, что они еще и цветом отличались, там, черный цвет, красный цвет, да, белый. И на вершинах этих вот ярусов, которые связаны были между собой такими вот пандусами или лесенками, наклонными плоскостями, находился храм. Маленький храм. Да, первые такие они были простые, там такая открытая площадка была, где статуя Бога стояла. Вот, ну, такой небольшой сам храм был. Но, тем не менее, это вот такое интересное ощущение, да, как ступень, ступени, да, к Богу, к ступени. Вот, и действительно, визуально они напоминают эти египетские пирамиды, только если пирамида – это памятник погребальный, то есть это такая гробница, погребение только там внутри. То здесь это храмовое место, место поклонения Богу. Такие вот декураты, на самом деле, вот они переходили. Они были у сирийцев, и они были вот в Вавилоне. Как раз один из таких, о которых прообраз Вавилонской башни, там был семиступенчатый декурат, посвященный верховному богу Мордуку. Он не сохранился, но, действительно, я думаю, на пустом месте, наверное, эта легенда бы и... Она бы не возникла, потому что, на самом деле, это вот такой интересный образ, да, да, как бы человек всегда, наверное, стремится куда-то вот и тут подняться к Богу, стать равным ему, но это невозможно, потому что человек, он всего лишь человек. И город Ур, один из первых городов, где были и дома, разные там и школы были, и вот эти клинописные таблички, которые сохранились, да, такая интересная форма клинопись, такое письмо, как бы вдавливанное в глину. Как интересно, вот рукописи не горят, а здесь, на самом деле, глиняные таблички, они только как бы укрепляются в огне, да, то есть они, вода для них страшна, а огонь в данном случае не страшен. И очень любопытно, как вот эти первые, если говорить про архитектуру, да, то это вот зекурат, и эта форма сохраняется, как я уже сказала. Я правильно понимаю, что зекурат – это одно из немногих таких монументальных строений, которые вот не то, что до нас дошли, а по которым мы можем их архитектуру изучать? Абсолютно точно, да. Дошли, к сожалению, не дошли, но это вот… Ну, по ним можно, по крайней мере, судить о том, что там было, да, безусловно. Больше ничего из этих монументальных сооружений не сохранилось? Нет, нет, вообще… Не тоже не сохранилось, а вообще не дошло. Не дошло, там ассирийские буддворцы, но про это чуть похоже скажу, но опять-таки это в основном такие реконструкции, потому что это в основном только какие-то вот островы, это руины, безусловно, только такие, если говорить о ранней тоже скульптуре, шамерийской еще, то, я не знаю, просто мне, например, очень нравится, вообще, это замечательно, очаровательно, это хотел показать, это вот такие статуи. А, да-да-да, я знаю, пузатенький такой. Вот они как раз вот этот абсолютно очаровательный курлиль или, вот скажем, вот этот вот эбихиль, ну, их много на самом деле, вот этих вот образцов таких скульптур, которые называются адоранты. Как называются? Адорант. Адорант, да, Адора Молица, то есть такая статуя молящегося, потому что они есть двух типов, они стоящие, есть сидящие, но, как бы там ни было, все равно их отличает вот такая плохо проработанная форма, достаточно такой цельный массив, немножечко руки, то есть вот это вот знаки моления, они находятся, и такое совершенно условное лицо с такой немножечко какой-то выраженной улыбкой и огромными гигантскими глазами. До этого у них еще были такие даже глаза стыдло совсем раньше. И вот эта вот фигура, которую ставили в храм, то есть она как бы выполняла функцию такого замолящегося, вот всегда она стоит и молится за него, просящийся, поэтому такой абсолютно вот огромные глаза, такие выраженные. И, да, сидящие, они, в общем-то, да вот их много, да, таких, они подобные, хотя так немножко где-то больше проработай, вот, скажем-то, тут статуя Бехиля. А она, да, он сидит, у него такая вот юбка интересная, как будто из овчин, наверное, да, какой-то там. Тоже все равно довольно грубая обработка камня, да? Да, она где-то вот более проработана, но в целом, да, вот если говорить первое, они совсем обобщенные, здесь уже вот юбка как-то проработана, там инкрустированные глаза, здесь появляется борода, у них очень красивые цветные они, раскрашенные борода, и вот это вот знак такой моления очень такой, они симпатичные, как-то вызывают, но действительно такой, да. То есть они не угрожающие, совершенно не депрессивные? Нет, нет, они, нет, абсолютно, искусство в этом смысле другое. Хотя в целом вообще у них много тоже сюжетов связанных, поскольку, видимо, это главное что, да, это постоянное, видимо, состояние агрессии, нападения, то есть и поэтому тема войны, тема завоевания, она у них проходит достаточно часто. И вот если даже посмотреть на вот такие, одни из образцов таких вот рельефных плит, то несколько таких, одна из них вот такая, например, Стелла Коршунов, очень интересная такая известная Стелла Коршунов, она двусторонняя, и на ней вот такими чинными рядами мы видим, да, вот солдат. С копиями, да? Да, 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 они такие, а здесь они еще там в какой-то степени там топчут врагов. А наобороте, здесь просто нет этой картинки, можно будет, почему она называется Стелла Коршунов, потому что на другой стороне Коршун, который просто таскает головы убитых, вот это такая вот такая агрессивная эстетика, но это война, и всегда тут тоже будет выражена, как и в Египте, фигура главного героя, да, то есть мы четко понимаем вот это вот такая иерархия, да, кто тут, главное, как в Египте, если фараон, то он будет там 20-метровой статую, если его супруга, то он где-то там в ногах, а если детишечки, то еще меньше. То есть сразу визуально понятно. И вот это тоже, опять-таки, обратите внимание, само изображение, это тоже профильное изображение, глаз, анфас, то есть вот этот канон, который был в Египте, а потом, в общем-то, и на Крите, они, вот эти вот черты сохраняются. И вот это вот тоже такая социальная статус, он сразу у нас считывается. И вот тут я хочу еще одно из таких тоже древнейших находок показать. Это удивительная гробница в Уре, в городе Уре, была обнаружена гробница, где было гигантское количество захоронений, судя по всему, были там человеческие жертвы. И вот тут несколько комнат, в котором там в том числе колесницы, и люди одеты, играющие на арфах, они были в этих захоронениях найдены. И вот в этой, в одной из гробниц было обнаружено огромное количество таких драгоценных предметов, вот кинжал золотой. А я хочу остановиться чуть прямо вот на таком предмете, который называется штандарт из Ура. Его надо в цвете непременно посмотреть, потому что это очень красивая вещь. Она небольшая, условное название, штандарт, скорее всего, это какой-то, не знаю, короб, она вот такая вот, как скушенная такая форма, две пластины. С одной стороны, сцена войны, с другой стороны, сцена мира. И это вообще дивное совершенно такое вот зрелище. И смотрится, да, и читается, как вот строчки. То есть три ряда, которые вот так фризово изображены, то есть вот действия, да, считываются. И на сюжете войны, вот тут видно, как едут воины на колесницах, да, колесницах, кстати, да, как вот они тут совершают, тут врагов топчут, они тут вот лежат, пока покоренные, они как бы по ним проезжают. Здесь вот ведут пленных, в общем-то, вот эта сюжетика военная, и, как всегда, вот мы видим главную фигуру царя. Безусловно-то, что царь, судя по всему, это была обожествленная тоже фигура, и она, конечно, здесь очень хорошо выражена. То есть, по сути, это рассказ такой. Это, да, это такое повествование, просто вот действительно такая история в картинках, причем... Комикс, это один из первых комиксов, просто комикс между речью. Между речью, причем очень круто там можно видеть еще там и оснастку, как они одеты, они все в шлемах, там у них какое-то обмундирование, у них оружие, и это все очень как-то здорово читается. А враги повержены, они, как правило, либо они обнажены, то есть как дикие варварские племена, они, в общем-то, все-таки цивилизованные уже люди, они владеют оружием, у них уже там искусство войны, так очень развито. А на другой стороне мир. И вот там тоже эти люди, которые несут, тут вот каких-то животных тащат за собой, там в одном случае одна фигура, там один мужчина несет такую связку рыб. То есть очень колоритно смотреть, просто такое вот чинное шествие, значит, и тут пир потом, в верхней части пир, и, конечно же, царь, около которого сидят эти люди, играют на арфах, и вот это вот такое вот очень красивое, как это сделано, такая инкрустация, это синий фон, эти фигуры, вот такие инкрустированные, и все это тоже сохраняется, вот такая повествовательность и подача, как вот эта каноническая подача изображений фигур на плоскости. То есть, в общем-то, как во всем искусстве Востока, вот эти черты сохраняются. В общем, война и мир в двух томах. Не в четырех, а положено в двух. Ну, в общем, да. Вот такой там был золотый шлем тоже в этой гробнице из Ура обнаружен. Не сразу даже было понятно, что это шлем. Скорее напоминает какой-то прям такой головной убор, то есть он, видимо, очень сильно... Матиквативный шлем. Да, шлем, а это вот сама та гробница. Там много было найдено, и в том числе вот эта замечательная арфа из гробницы Вуря. И когда-то ее привозили в Пушкинские музеи, я как-то так ее случайно там обнаружила, потому что как-то выставка была так, что она вмонтирована была в какой-то части залов. И она очень красивая, она прекрасно выглядит. Это такой инкрустированный, это голова быка, золото, ну, это арфа. И, кстати, такая же арфа, где вот в сцене мира, где там тоже арфисты играют, но очень похожие арфи. То есть какая-то реальная безмогула. Да, да. Там, в сцене мира. Это тоже. И вот по совпадению такое. То есть вот как бы вот эта вот ранняя шумерийская культура, искусство шумерийцев дает вот такие образцы. Архитектура вот таких вот интересных адорантов. Можно назвать живописью, или это все-таки... Ну, в какой-то степени... К арфиатуре, ну, к скульптуре. Древнего Вавилонского периода доходит совершенно замечательный памятник стелла царя Хамурапи. Это штука известная. Это очень известный памятник. Да, наверху там вот как раз царь Хамурапи, которому, так сказать, вот бог солнца передает знания некие. И там вот этот огромный диоритовый столб, на котором высечены законы. Это первые законы еще до римского права. Законы, которые касаются разных сторон жизни, семейного права и общественной жизни, да, и каких-то вообще многих сторон жизни. Но большая часть их, она такая построена на таком законе, ну, око за око, грубо говоря, зуб за зуб. То есть, если, например, там строитель строит дом, и в этом доме кто-то погибает, то, в общем-то, этого строителя могли наказать. Или там, если погибает ребенок, то ребенок строитель, если врач лечит человека, и человек там теряет, ну, не знаю, глаз, скажем там, то врача лишают глаз. То есть, такой свод законов весьма, ну, они многих вопросов касаются. Антиутопический такой вообще. Ну, в общем-то, в первые, вот, видимо, все сурово, все сурово, да, так, как было, но где-то. Вот такой свод законов, это тоже позволило, в том числе, расшифровать какие-то, потому что он был на клинописи, форму, да. То есть, это все было тоже на глине, да? Это ондиоритовый столб, то есть, это высечено было вообще, высечено, то есть, может, поэтому, наверное, так мощно и сохранился. Вот одно из таких главных государств в истории Междуречия – это Осирия. Потому что Осирия – это, конечно, очень агрессивная страна, такое, в общем-то, государство, где действительно они долго держали там в страхе огромное количество, большую территорию завоевали. И осирийцы, вот если говорить о храмовой архитектуре, то они заимствуют тот же зекурат, форма зекурата у них сохраняется. Но что у них принципиально меняется, это появляются дворцы, дворцы, огромные дворцы на платформе, тоже на возвезенной платформе. И вот если там схематично смотреть на эти территории, такие огромные, внесенные стеной. И, в общем-то, тоже, опять-таки, они до нашего времени не сохранились, но сохранились, ну, вот это вот такие реконструкции как раз вот этих вот. Вот это такая цитадель Дуршурукин – это резиденция Саргона II, одного из сирийских правителей. И что здесь хочется сказать, поскольку они до нас не сохранились, там одни из таких фигур, которые встречаются вот именно у входа во дворец, это такие полулюди, полубыки, крылатые. Есть такие в Пушкинском музее их копии, это совершенно удивительные существа. Вообще в разных культурах всегда есть какие-то мифологические существа, соединяющие черты человека и животных. Да, вот сфинксы, да, скажем, в Египте, да, здесь вот такие шеду, и когда они при входе, они смотрят на себя вот так вот прямо, охраняющие такие, и когда ты идешь сбоку, есть ощущение, что они движутся. За тобой? Да, движутся, потому что вот если смотреть… Мрачника. Да, такой, с одной стороны, как бы, две ноги, а потом такая одна просто сдвинута, как будто бы пять у них ног, но возникает ощущение, если смотреть на них сбоку, шада. Вот такие мощные такие фигуры, очень колоритные, да, это, конечно, тоже говорит о том, что, ну, да, это такая, вот мощная цитадель, укрепленная какая-то устрашающая вот этот элемент, он тоже был. И здесь я, да, хочу еще показать элементы рельефов, которые сохранились на, видимо, на стены дворца, были украшены рельефами, и которые, в первую очередь, конечно, о какие сюжеты, да, могли быть, как я уже сказала, да, если это, скажем, в Египте, там тоже могли быть сцены охоты, сцены загробной жизни и прочее, да, то здесь, в первую очередь, это охоты, это война. Война и охоты, очень такая вот уже интересная тема, и, как правило, вот если там сцена там охоты, там Ашурба-Непала, например, то это всегда такие динамичные сцены, вот там, да, сцены верхом, они мчатся. Конечно, царь, как правило, фигура всегда будет более такая укрепненная, опять же, сохраняется этот каноническое его изображение, профиль, да, глаз-анфас, плечи тоже развернуты, анфас, но вот это такая стремительная динамика, люди за ним, и очень проработаны, всегда восхищают, как они прорабатывают очень детально одежду, вот как-то обмундирование, это все так очень в рельефах, очень мощно сделано. И если говорить еще о сценах, но часто очень, чтобы показать всю мощь, величие, значимость царя, безусловно, царь часто изображается охотищем на каких-то крупных животных, часто это львы. И вот это вот сцены охоты на львов, когда царь непременно убивает льва, и вот это самое известное, да, рельеф «Раненая львица», как проработаны ее там сильные лампы, торс мощный, и вот эта вот такая боль передана в ее, даже не поворачивается язык, сказать, морде, потому что это ощущение такого лица, да, и вот такая вот уже в нее вонзенная со всех сторон стрела, да, и она там, задние лапы уже там волочится по земле, и вот она как бы, как может, этими передними встает, вот это вот, я не знаю, для меня это всегда так очень выразительно сделано, это как-то очень прям прочувствовано, так анималистически вот прям точно. Нет ощущения, что немножко они смакуют вот этим вот убийством животного, покоряя как бы его? Ну, они, безусловно, подчеркивают власть здесь такого сильного животного, подчеркнуть, конечно, власть царя и правителя, а в то же время, я думаю, в чем смакование, наверное, заключалось в том, что изобразить правителя или какие-то сцены можно было только по канону, а здесь канон отсутствует, и, как правило, когда он отсутствует, художник может проявить свою где-то, да, там творческую фантазию, свои, так сказать, возможности сделать так, как он это может сделать, и ему никто тут не запретит, вот, поэтому вот ассирийцы, интересные в этом смысле дают, вот ассирийское искусство дают такие потрясающие образцы, мне кажется, именно вот такого рельефа и вот такой достаточно агрессивной, мощной архитектуры. Ну и Новый Вавилон, если говорить, да, Новый Вавилония, это тот самый Вавилон, о котором, да, вот так вот много там говорит и Геродот, и очень там как-то действительно отзывается об этом городе, таком гигантском и долгое время считавшемся, что это такой миф тоже очередной, но когда, да, там говорили о том, что там была такая толщина стены, что могли разъехаться две колесницы, что это считалось каким-то таким всего лишь, но тем не менее раскопки говорят о том, что это действительно был мощный город, где можно было там купить, не знаю, предметы с разных стран света, то есть это такое, пересекались все торговые пути, да, и там, не знаю, и шелк, и финики, и там какие-то еще продукты совершенно отовсюду. И вот этот город, да, это только реконструкция, но даже вот в реконструкциях он потрясает, и такое одно из чудес света, кстати, которое там было, да, при царе Новых удоносове II, это висячие сады Семирамиды, которые, да, они были построены для супруги, такие интересные тоже многоярусные такие постройка, украшенные растениями, это такие террасы, почему висячие, потому что действительно издалека было ощущение, что они как-то свешиваются. И вот в таком климате, где ман растений, да, они смотрелись чем-то таким инородным, да, это что-то такое вообще, в чем там была такая система подачи воды, когда потом эта вода стекала, и она равномерно орошала вот эти террасы. Это, конечно, было вот такая вот для своей супруги любимой это было сделано. С этого тоже Нововавилонского царства вот мы говорили о том, что та самая, да, Зикурат, которая семиступенчатая, посвященная Богу Мордоку, и, конечно же, вот, я не знаю, одно из таких вот просто красивейших памятников вообще мирового искусства, это вот эти фрагменты глазурованных таких рельефов, которые украшают вот эти ворота богини Иштар, через которые вела дорога процессии к главному храму бога Мордука. И вот эти глазурованные, вот этот кирпич, глазурованная такая, вот эта синяя в основном преобладает синий цвет, и вот на этих стенах, на дороге процессии, вот тут видно тоже, да, были изображены такие фигуры животных мощные, это львы, это, по-моему, там были лошади, это были какие-то мифические животные, в частности, такое животное, которое соединяет в себе черты льва, птицы, что-то там у него такое, несколько там скорпионов, то есть такое какое-то мифическое существо защитной функции, явно символ бога. Вот, и он, они, конечно, в первую очередь в Берлине хранятся, вот эти вот фрагменты ворот богини Иштар, но я, например, его видела тоже в Стамбульском археологическом музее, они производят такое впечатление, потому что, мало того, что это такой красивый вот синяя глазурованная плитка, свет сохранился, и плюс я вот, когда только это увидела, потому что это рельефное изображение, причем это не просто одинаковый рельеф, а вот если это лев, то там, скажем, как-то грудная клетка, она там проработана, это такой вот, это сделанность такая очень мощная, и плюс это все, они идут, и это вот как-то очень так вот монолитно, сильно, очень красиво в цвете, и ты понимаешь, что это только вот одна, один кусочек, да, а это была дорога процессии, это вот эти ворота, причем там в первую тоже используется арка. Я представляю, если бы хоть что-то из этого бы сохранилось бы. Погулять там вот. Да, очень бы хотелось. Да, конечно. Продолжение следует...